Сотрудники регионального Россельхотнадзора наложили карантин на земли в 8 районах Коми и в Сыктывкаре. Участки поразила золотистая картофельная нематода. Опасное заболевание, по словам специалистов, может уничтожить до 90% урожая. Как бороться с напастью, выясняла Ольга Коняева. Если картофель на огороде не цветет, а чахнет, наверняка постаралась золотистая нематода. Живет она в почве и невооруженным глазом не видна. Внешние признаки отчетливо проявляются только лет через 5 после заражения. Причем болезнь занести легко, а вот избавиться от нее задача сложная. Характерные особенности золотистой картофельной нематоды поражения. Желтые чаховые растения, мало клубней, бородатость корней, то есть очень маленькие корни. Ну и если так присмотреться, то видны сами цисты на корнях, прямо гроздьями висят. Обнаруживаться нематоды довольно просто. При помощи обычной воды, прем пробу земли. В ваших нематодах почвы не обнаружено. Так шутят лаборанты Центра карантина растений. Рассмотреть паразитарного червя можно только под микроскопом. Причем проверить свой участок на наличие паразита может любой желающий. Достаточно принести несколько проб земли с картофельного участка. 90% частного сектора у нас заражено, даже больше. Практически у каждого участника на даче она есть. К сожалению, люди, к сожалению, не хотят с ней бороться. Ну или не знают просто как. Между тем, именно золотистая нематода – главная причина плохого урожая картофеля. Личинки-вредители спокойно зимуют и сохраняют жизнеспособность в грунте несколько лет. Просыпаются весной, находят растения и высасывают из него все соки. Самый лучший способ избавиться от паразита – соблюдать севооборот, говорят специалисты. Чердовать картофель нужно с нематода устойчивыми культурами. Это, к примеру, цветы, бобовые, злаковые, из овощей капуста, морковь, редис. На одном и том же участке сажать картофель советуют лишь раз в 4 года. Помимо севооборота для профилактики заболевания, агрономы рекомендуют сажать устойчивые к заразе сорта картофеля. Такие как скарлетт, рябинушка, пушкинец, аврора. Покупать семенной материал нужно только у проверенного поставщика. Недавно мы обнаружили новый очаг золотистой картофельной нематоды в деревне Пустош, села Куни, Каркировского района. И на этот участок будет наложен карантин. Карантин предусматривает соблюдение запретов и ограничений. Если явные признаки опасной болезни появились на участке, то больные клубни уже нельзя сажать и продавать на семена. Зараженные растения нужно сжечь, инвентарь продезинфицировать. Ну а сам картофель можно съесть. Для человека клубни с нематодой не опасны. Ольга Коняева, Константин Стротиенко, телеканал Юрген.